Последний вальс в стенах родной школы. Анастасия Полдонина, как и миллионы выпускников страны, прощается с детством одноклассниками и учителями. Впереди экзамены, поступление в ВУЗ, выбор жизненного пути. Сейчас в голове у девушки не только танцы, но и микросхемы и химические реакции. В будущем выпускница физмата школы номер 14 планирует стать лучшим специалистом в производстве высокотехнологичного медицинского оборудования. Ты приходишь в школу, ты думаешь, что вот у тебя 11 лет впереди, но на самом деле время очень скоротечная вещь, и глазом моргнуть не успеешь, и все, вы выпускники. И я думаю, что буду вспоминать всех и хорошие, и плохие моменты, потому что за 11 лет вы класс, вы целая семья становитесь, учителя ваши вторые родители. Новый этап начинается и для учителей, которые волнуются не меньше, отпуская своих учеников в большую жизнь. Конечно, каждый год у нас звучит последний звонок, но каждый раз это новые волнения, как будто в первый раз, потому что это другие дети, дети, которых мы 11 лет учили, общались, дружили, улыбались, смеялись, плакали. Впереди серьезные испытания, но тем не менее уроки, перемены, все это уже становится историей. Для школы это уже 39-й по счету выпуск. В этом году выпускниками стали 26 молодых людей. Торжественную линейку посетил глава округа Дмитрий Волошин, который поздравил ребят и дал на путстве. Решения, которые вы будете принимать, уже сейчас, будучи взрослыми, они тоже будут вашими самостоятельными решениями. Я очень надеюсь на то, что вы не будете забывать наших учителей, которые все это время были с вами, помогали вам, вели вас. Я искренне надеюсь, что вы поступите именно в те институты, вузы, в которые вы хотите поступить. И родные химки будут гордиться вами. Гордиться уже есть чем. В этом классе 5 медалистов, 6 обладателей золотых значков ГТО и даже победитель конкурса «Большая перемена», который выиграл миллион рублей на обучение. Пусть вы получите специальность и обучитесь той профессии, о которой мечтали. Мечты должны сбываться. Совсем скоро достижения учеников школы номер 14 смогут пополняться и спортивными успехами. По словам руководства округа, на территории учебного заведения появится стадион, футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для прыжков. Держать высокую планку предстоит следующим поколениям школьников, которые тоже пришли поздравить старших товарищей. Таня, мы достойны смены. Нам бы что идти, идти. Ну, а вам дороги верны. Всем счастливого пути! Выпускники же, в свою очередь, передали первоклассникам гранит науки и символический ключ, который открывает ларец со знаниями. Не забыли и о наказе своей смене. Мальчики, не направляйте свои пламенные взоры на девочек, а исключительно на знаниях в целях пожарной безопасности. И вот тот самый момент, когда пора попрощаться со школой. Последний звонок. Праздник, с одной стороны, радостный, а с другой стороны, грустный. Как правило, на таких линейках ребята и плачут, и смеются. Начинается взрослая жизнь. Ну, во-первых, еще серьезный этап сдачи государственной итоговой аттестации. Дальше вручение аттестатов и поступление в высшее учебное заведение. В этот день последний звонок прозвенел для учеников 32 школ ХИМОК. Около полутора тысяч выпускников закончили свое обучение и отправились во взрослую жизнь. Ксения Брагина, Алексей Сыченко. Новости Химки-ТВ.